Всем привет, с вами Кас. На этом видео у нас телефон Poco X4 Pro. Модель в цифрах 2201-111-6PG. Телефон, как видим, в таком вот плохом состоянии. Разбитый экран, весь телефон кривой. Хорошо, что хоть задняя крышка целая осталась. Был разбит самим клиентом. Такое ощущение по телефону проехала машина. Итак, давайте будем делать разборку телефона, для того, чтобы понять, осталось ли что-нибудь живое в телефоне. Нас волнует основная верхняя плата телефона. Если она в кавычках жива, то есть интерес восстанавливать телефон. На сепараторе стоит 120 градусов нагрева. Нагреваем заднюю крышку телефона. Ждем определенное время для того, чтобы телефон нагрелся. Телефон нагрелся. Теперь отделяем заднюю крышку телефона. Используем спирт. Подливаем на эту часть телефона. Далее инструмент медиатор. Поддеваем крышку, то есть заходим под крышку. Нужно сделать зазор, для того, чтобы пленка от 3 до стекла зашла под крышку. Ну и уже подливаем спирт на пленку и начинаем таким вот образом отделять заднюю крышку, то есть срезать. Периодически подливаем на пленку спирт. Ну вот и результат. Отделили заднюю крышку. Выглядит все это вот таким вот образом. Далее откручиваем все вот эти вот винты. Как на нижней части телефона, так и на верхней части телефона. Далее извлекаем сим-лоток. Очень интересный сим-лоток. Симки уже ставятся с двух сторон. Далее нужно отделить пластиковую рамку телефона. Опять же используем медиатор. Сильно не дергаем рамку телефона, так как на ней стоит шлиф Touch ID. Для начала отключаем шлиф аккумулятора от платы. После отсоединяем шлиф Touch ID. Как видим шлиф еще и приклеен на аккумулятор. Поэтому подливаем немного спирта, для того, чтобы проще было отклеить шлиф, не повредив его. Ну вот так вот выглядит отделенная рамка телефона. Ну и сам телефон. Верхняя и нижняя плата. Я конечно извиняюсь, но я только что это заметил. На данном телефоне аккумулятор с двумя шлифами. Я правый отключил, а левый не заметил и не отключал. Поэтому вы имейте в виду. Здесь аккумулятор с двумя шлифами. Далее отделяем аккумулятор. Отклеиваем с краю эту пленку. Под нее подливаем немного спирта. И медиатором отделяем аккумулятор. Так выглядит аккумулятор. Размер большой, на 5 Ампер. Модель BN5E. Если кому интересно, по ссылке в описании будут доступны запчасти для этого телефона. Также и аккумулятор. Далее отключаем межплатный шлиф. Также шлиф дисплея. Отсоединяем коаксиальный кабель. Далее медиатором пытаемся отделить плату основную. Поддеваем со всех сторон и отделяется наша плата. Состояние платы неплохое. Но есть одно но. Она немножко кривая, деформирована. Конечно, это последствия повреждения основы телефона. Ведь основа вся кривая. Поэтому это и отразилось на плату. Надеемся, что плата будет работать. Далее разбираем нижнюю часть. Отключаем межплатный шлиф. Отделяем модуль динамика. Используем медиатор. Также отделяем нижнюю плату вместе с коаксиальным кабелем. Также используем медиатор. Ну, в принципе, вот и все. Разобрали весь телефон. Собираю все вместе. И корпус, и плату, и аккумулятор телефона. Все выглядит вот так вот. На аккумуляторе замерил напряжение 3,4 вольта на обеих шлифах. Этого мало для старта телефона. Поэтому подзаряжаю аккумулятор. Должно быть не менее 3,7 вольта. Через некоторое время проверяю на АКБ уже больше 3,7 вольта. Этого достаточно для того, чтобы запустить телефон. Далее нам предстоит найти основу телефона и новый дисплей. Или есть дисплей вместе с основой. В поисках хорошего дисплея я с продавцом договорился, чтобы мне прислали хороший оригинальный дисплей с рамкой. Вот мне прислали. Пожалуйста. Здесь уже стоит вибромоторчик, шлейф, динамик слуховой. Значит, шлейф кнопок включения и качельки громкости. Также стоит уплотнительная резинка и остальное. Ну, короче, дисплей в оригинале. И вот она, наша родная рамка. Я с него снял уже дисплей. Рамка, как мы видим, кривая. Она не подлежит восстановлению и не пойдет для того, чтобы собрать на новом телефоне. Вот коаксельный кабель не хватает. И вот этот межплатный шлейф нужно будет перекинуть. И, в принципе, все. Можно будет собирать телефон. Кому интересно, ссылка на вот такой вот оригинальный дисплей будет в описании. Я поставлю ссылку на новый дисплей. Если вам нужен именно оригинальный вот такой вот дисплей, нужно с продавцом договариваться. Кому интересно, ссылка на дисплей будет в описании. Значит, сразу скажу, вот эта комплектация, кому как повезет. Бывает, что приходит с рамкой, но без этих запчастей. В моем случае они здесь оказались. И как бы все родное, и ровная рамка. Поэтому за кадром дисплей я уже проверял. Поэтому я делать буду проверку уже после того, как соберу телефон. У нас плата тоже имеет небольшую деформацию. Это плохо. Нужно ставить с этой стороны. Прижав и отпускаем. Вот плата села, в принципе. Здесь камера просто огромная стоит. Ну и вот она, дополнительная камера. Стараемся линзу не ляпать своими пальцами. Если это случилось, то нужно почистить межплатный шлейф. Сейчас еще надо подключить. САП. САП означает нижнее. МБ. Вот стрелка вверх показывает. Это подключается к верхней плате. Ну и заметьте, идеально села прям. Так же, как и родная. Теперь здесь липкий двухсторонний скотч остался. Поэтому будем ставить сразу аккумулятор. Аккумулятор здесь с двумя контактами. Первый, второй. БН5Е называется аккумулятор. Поэтому сейчас тоже будем подключать. Но аккумулятор у нас немножко кривой. Я сейчас выровняю его. Выравниваю так. Ставлю на ровный рабочий стол. Беру какую-нибудь досточку и прижимаю. Итак, после всех этих манипуляций. Посмотрите, аккумулятор сейчас у нас ровный. Поэтому теперь подключаем. Первый, первый, второй, первый. И укладываем. Все идеально. Вот ровно село все. Все ровно и четко сидит. Пожалуйста, телефон почти собран. Ставим теперь заднюю рамку. Предварительно подключаем Touch ID. Здесь Touch ID нужно будет сначала подключить. А потом ставить рамку. Вот, подключил Touch ID. И теперь ставим рамку. Защелкивать начинаем с верхней части. Все, пожалуйста. А, забыл, забыл. Вы мою ошибку не допускаете. Я забыл поставить основной музыкальный динамик. Вставляем вот модуль динамика на телефон. Таким вот образом. И опять же ставим рамку на место. Пожалуйста, идеально все встало. Теперь что остается? Закручивать винты и клеить заднюю крышку. Я бы все-таки контрольно хотел включить дисплей для проверки. Для удостоверения того, что все нормально собрано. Итак, спустя некоторое время телефон зарядился. 57%. Пытаемся включить сейчас телефончик. Как мы видим, заставка Poco. И ожидаем загрузки телефона. Телефон сейчас загрузится. И я продолжу. Итак, телефончик загрузился. Здесь стоит код-пароль, который, так сказать, я не знаю. И клиент тоже забыл. Поэтому еще будем делать hard reset, сбрасывать. Потом разблокировку Google аккаунта будем делать. Ну, в общем, телефон работает. Пожалуйста. Пожалуйста, все работает. Пока что отключаем телефон. И, так сказать, продолжим сборку. Кстати. Итак, забыл рассказать про один нюанс. Именно про эти термопасты. Смотрите, вот на родном телефоне он немножко распределен. И то, я считаю, не совсем правильно. Но потому что часть здесь осталась, часть здесь. Если такой термопасты у вас нет, просто примените термопасту для компьютера. Или размажьте вот немножко таким вот образом, пальцами. Но все равно будет лучше добавить термопасту от компьютера. Для более равномерного распределения тепла. Здесь видна медная трубочка такая в виде охлаждения. Поэтому желательно распределить термопасту. Короче, термопасту нужно нанести очень тонким слоем. Я использую термопасту КПТ-19. Она продается в компьютерных магазинах. Ну, в принципе, все. Дальше ставим. Сюда тоже немножко. Вот так вот. И теперь ставим плату уже. Потом собираем как нужно. И так как видим, все винты у нас закручены. Теперь попробуем поставить сим-карту и поймать сеть. Так, сим-лоток вставляется вот таким вот образом. И смотрим. Итак, сеть поймана. Я думаю, что вы видите 4G. То есть сеть отлично работает. Также работает зарядка. Давайте зарядку сейчас продемонстрируем. Вот, зарядка подключена. Покажу сейчас поближе. Пожалуйста, молния. Отключай сейчас зарядку. Нету молнии. Подключаю. Молния есть. Итак, теперь нам нужно заклеить заднюю крышку. Я родной двухсторонний скотч не стал убирать. Потому что она еще в хорошем состоянии. Плюс просто туда добавим клей. Для этого берем клей. Совсем чуть-чуть намазываем на крышку. Итак, все намазали. Теперь переворачиваем крышку. И ставим на телефон. Заклеиваем. Пожалуйста. За края может вылезти клей. Ничего в этом страшного нет. Это хорошо. Лишний клей можно убрать пальцами. Но, а так, крышка заклеена. Теперь нужно прижать заднюю крышку к телефону. И дать клею высохнуть. Чтобы крышка приклеилась. Вот. В общем, телефон пока что собран. Вот в таком вот варианте. Экран идеальный. Оригинальный. Четкий. Прям рекомендую брать. Ссылка будет в описании. Пожалуйста. Как я и ранее говорил. С продавцом нужно договариваться. Если вам нужен оригинал. Продаются также новые. Хорошего качества. Пожалуйста. Они чуть дешевле. Пожалуйста. Приобретайте. Ставьте. Я надеюсь, данное видео вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok